Всем здравствуйте! Мы соединяемся к эфиру потихонечку, это стандартная процедура. Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в эфир. Итак, у нас сегодня эфир на тему персональности. Присоединяйтесь пока. Вот Сережка как раз тоже подключился. Это злободневный, но на самом деле важный вопрос для преподавателей йоги, потому что мало освещается на преподавательских курсах. Привет, Сережа. Привет, Лида. Как меня обидно слышно. Прием. Прием, прием. Прием задача. Все слышно? Да, билет номер 12. Задача прием. Хорошо. Да, немножко подвисаешь, но в целом нормально. Слышно главное, и мы сможем обсуждать наши вопросы. Итак, тема персональных тренировок. Она, к сожалению, мало освещается на преподавательских курсах. Учат вести в основном группы. То есть, насколько я знаю, есть отдельные тичерсы, где буквально одна-две лекции проведены, посвящены вот тому, как вести персональные тренировки. И они, может быть, больше про какие-то психологические аспекты, именно вот педагогику и так далее. Это все тоже, конечно, очень важно. Там психотип клиента надо учитывать. Но если вы ведете персоналки так же, как вы ведете группы, то вы очень-очень сильно проигрываете. И ваши клиенты тогда в таком случае, во-первых, они будут на низкие чеки, они не пойдут к вам задорого. Во-вторых, это будут люди двух видов. Это будут либо те люди, которые персонально хотят, чтобы вот их персонально пинали, они не могут заниматься сами. Им нужен персональный такой мотиватор, пинатор и так далее. Либо это люди, которые очень занятые. В данном случае, да, это могут быть богатые, платежеспособные люди, которые очень занятые, и у них просто нет времени, нет места, и они хотят, вот чтобы именно к ним пришли, тогда, когда им удобно, так, как им удобно. В таком случае, да, можете вести хоть как группу, хоть как что. Но это сильное ограничение. И обычный практик, на самом деле, когда он увидит, что вы ведете персоналки так же, как группу, он абсолютно логично подумает, а нафига мне платить больше, если я на группе получу все то же самое. А на группе еще и есть соседи по коврику, они задают какой-то общий темп, еще как-то динамичнее, драйвове, энергетика группы, о чем многие говорят. И в целом тогда возникает такой вопрос. Я весной опрашивала своих постоянных, скажем так, знакомых и так далее, какие форматы работы их интересны. Многие говорили про развитие групп, и я даже кого-то спросила, а почему ты не хочешь развивать персоналки? И вот ответила девушка, что просто к ней не хотят идти на цену, которая бы ее устраивала. Вот. И так бы она, конечно, и с удовольствием бы их устраивала, с удовольствием бы их проводила, но что-то идет не так. Опять же, что идет не так? Если вы ведете персоналку как группу, то не придут, собственно, и результат ученика будет хуже, и клиентов у вас будет меньше. Когда вы ведете персоналки, вам необходимо учитывать исходные данные человека, его морфологию, вот все-все-все, с чем он пришел, дальше, сколько времени он может уделять на тренировку и какой у него запрос. Эти все пункты мы раскроем с Сережей сейчас подробнее чуть-чуть позже. Но вот если вы это все учитываете, то тогда у вас будут клиенты, которые именно понимают прекрасно разницу между персоналкой и групповой работой. Они получают программу, составленную чисто под себя, с учетом своего вопроса, они экономят время, они добиваются лучших результатов, чем на группе, и они получают именно прицельную работу по тому, почему они хотят, по тем вопросам, которые на группе просто не затрагивают. Потому что всегда на группе будет куча упражнений, которые конкретному человеку не нужны или не актуальны, и обязательно будет что-то, чего наоборот не хватает для данного человека, чтобы ему выполнить его запрос. Итак, Сережа, ты отвис? Ну я уже давно отвис, я тебя слушаю, я просто сижу безшумно. Могу только поговорить еще про индивидуальную групповую работу. Сам я не стесняюсь брать инструктора в каких-то новых активностях, которых я занимаюсь, потому что это как раз позволяет мне очень сильно экономить время. Могу рассказать только свой прекрасный опыт в сноуборде, когда я самостоятельно научился перекантовываться не снизу с ног, а сверху с рук. Удивлялся, почему мне после покатушек болят руки. В итоге мне потом пришлось с инструктором потратить два раза больше времени, чтобы все это тело разрушить заново до основания, создать снова. И он мне как раз сказал, что, слушай, было бы проще, если бы ты действительно, там, не знаю, взял бы один-два урока, в принципе, с твоими навыками ты бы уже дошел бы до сего достаточно быстро, там, хотя бы за два часа уже. И мы с тобой тут не мучились уже четвертый час, пытаясь разломать то, что ты там самостоятельно построил. Поэтому все новые активности, если вы берете грамотного профессионала, они позволяют вам сэкономить время. Ну, здесь возникает вопрос, где найти такого профессионала, потому что с этим тоже сложно. Сейчас очень много людей, которые просто посмотрели, собрали последовательность какую-то индивидуальную для всех и начинают, и потом действительно, как ты и сказала, групповую практику переносить на индивидуальный формат. А так, на самом деле, не работает, потому что, ну, обычно групповая практика, там, составляет полтора часа, два часа, соответственно, индивидуальная практика составляет час, максимум полтора, потому что за это время можно и проработать человека все, что нужно, и утомить его, если вы работаете один на один. И, в принципе, этого времени достаточно для решения, как бы, практически всех проблем. Вот. Да, но и при этом разные принципиально цели у групповой практики и у персональной практики. Когда вы, как методист, выстраиваете групповую практику по групповым практикам, прекрасный курс ведет Ольга Ужегова, там получается цель, чтобы вы научились среднюю температуру по больнице добиваться вот наилучшего, наилучшего среднего результата по группе. То есть, бить так по площадям, брать то, что предположительно будет у эффективного наибольшего числа человек. Но, опять же, у нас у всех уникальная разная морфология. И то, что будет вот средняя температура по больнице, это всегда проигрыш по каждому отдельному человеку. То есть, реально. Поэтому, если вы переносите просто групповые протоколы и групповую работу на персоналке, то действительно вы проигрываете в эффективности. И, опять же, человек, который, наоборот, дополняет групповую работу отдельными персональными техниками, он сможет сильно повысить свою эффективность и повысить свои результаты. Я, например, опять же, знаю, что я могу взять себе персональных тренеров по тем вопросам, которые меня интересуют. По стойкам на руках, по глубоким прогибам и так далее. Доработать те техники, которых мне не хватает. И я знаю, что в придачу к групповым тренировкам, на которые я хожу, мне отдельно надо допрорабатывать какие-то еще конкретные моменты. Опять же, у своих учеников тоже вычисляюсь, чем работать им. Здесь хочется тоже рассказать про кейсы, которые у нас с Сережей есть по персональным тренировкам. Я, получается, давно работаю с персональной работой, и у меня чеки так на порядок выше. До того, как я закрыла разовые персоналки, у меня часовая персоналка стоила 5 тысяч. И это при формате либо если человек работает онлайн, либо если человек приезжает ко мне домой на Войковскую в тот период, когда я в Москве. Сейчас разовые персоналки я провожу в исключительных отдельных случаях по договоренности с человеком. Так, у меня пакетные персоналки, и на данный момент у меня за 4 занятия цена 32 тысячи. Я буду повышать до 40. Первый подход был на 25. Это не реклама, это я просто рассказываю, каким результатом можно прийти. У меня сейчас даже очередь небольшая по спискам есть. То есть, получается, что я делаю? Я провожу созвон-диагностику с человеком, я выясняю, какой у него исходный уровень, я смотрю, выслушиваю его запрос, выслушиваю техники, с которыми он работал, и составляю дальше программу конкретно под него. И вот тогда результат у ваших учеников будет сильно отличаться. Дальше я на каждом занятии смотрю, какие техники заходят, какие нет, и каждое последующее занятие дополнительно корректирует. И здесь вам надо, а, владеть широким арсеналом техник, знать про то, с какими, собственно, с чем может работать, что необходимо, чтобы выполнить запрос клиента. Еще до этого вам необходимо все-таки опираться на запрос клиента. Тоже с Сережей готовились к эфиру, обсуждали. Если человек к вам, например, пришел для того, чтобы похудеть, а вы его начинаете пихать в шпагат, это заранее проигрышная идея. В персоналке это работа под клиента, работа конкретно с его запросом. Дальше получается, составляете программу, и получается кардинально другой результат. То есть у меня, например, в июне три девочки было чисто вот с запросом на складку, это забедренные. Но у них всех была абсолютно разная работа, абсолютно разные протоколы, по которыми я с ними шла. С одной я работала со складкой дополнительно для пинча, с другой я работала со складкой в продольный шпагат дополнительно невральные ограничения, и третьей дополнительно, наоборот, силовая работа, силовой шпагат, она только окончила тичерс. И в итоге, по итогам месяца, у меня две из трех девочек решили даже продолжить работу и взяли продление на август. Плюс дополнительно беру тех, кто записался дальше из списка. И это я к чему говорю, что если вы ведете персоналки не «а давайте-ка сегодня мы давно вот этим не занимались, давайте-ка позанимаемся этим», или «вот мы на группе проходили интересную тему, давайте с вами тоже так же, как в группе, позанимаемся, просто вот мое внимание персонально на вас». Тогда и результат человека будет хуже, и мотивация будет хуже, и, соответственно, вы сможете хуже набирать клиентов. Вот. Сереж, у тебя какие твои истории по персональным работам? Ну, тут персонально, опять же, как это, красивая фраза, что все люди счастливы одинаково, они счастливы по-разному. Взять, например, тот же самый наш, вот то, что мы запускали с тобой по Бадхаканасане, два человека, у них не получается Бадхаканасана, и, соответственно, две совершенно разные проблемы. И там, и там, как бы достаточно было 15-20 минут для того, чтобы определить проблему и, как бы, с ней работать. В одном случае это были мышечные ограничения, в другом случае это суставные, и, как бы, работа и, как бы, удаленная, и руками, то есть я старался поработать руками, и так, чтобы можно было работать удаленно. Я думаю, в будущем мы будем разбирать и тот, и другой формат. Показывать, что результат есть, он достаточно хороший, нужно его продлять. Точно так же, когда вот мы отрабатывали вот эти вот глубокие прогибы, захваты руками и все остальное, и у каждого свое. У кого-то, допустим, работа с плечевым суставом приводила к тому, что захват стал глубже, у кого-то работа с тазоведренным суставом приводила к тому, что захват стал глубже, у кого-то работа с поясницей приводила к тому, что захват стал глубже. То, и то, и то дает какой-то результат. И здесь как раз вот наш вот курс будет направлен на то, чтобы посмотреть, кому что нужно. И как бы, да, ты правильно сказала, кому чего не хватает. Главное здесь персонализация практики, которая реально позволяет человеку сэкономить время. То есть он может записываться на курсы, там, какие-нибудь шпагат за два месяца или за 10 занятий и все остальное. И я могу, как человек, разбирающийся немножко в анатомии, сказать, что это местами нереально. То есть попробуйте меня посадить на шпагат, и я посмотрю на вас. Я буду как бы ехидно улыбаться и говорить, ну давай, да, как это там? Расскажи, как это, как этот прекрасный мем, ну типа, ну давай, расскажи мне про шпагат за 8 занятий. Вот, когда, в принципе, если есть мышечные ограничения, мышцы так быстро не увеличивают свою длину. То есть с этим нужно как бы работать. Но, как бы, на мой взгляд, вот персональные занятия, они могут стоить дорого, но они на самом деле того стоят. Потому что человек обычно хочет результат, и есть люди, которые готовы платить за результат и не готовы платить, не готовы тратить время. То есть есть много людей, которые ценят свое время более сильнее, чем какие-то там деньги и все остальное. В принципе, ну, нужно повышать уверенность в себе и как бы работать. И учиться, и учить. И чем больше вы знаете, тем эффективнее вы можете работать с вашим клиентом, и, соответственно, тем больше клиентов у вас будет. То есть это работает как-то так. Да, и опять же, что ограничивает человека? Мышцы, нерв или сустав? Или какой, например, конкретно мышцы или какого-то движения ему не хватает, чтобы доработать итоговую форму? Мы это вычисляем, но опять же, техники для работы опять могут отличаться для каждого человека. То есть мышечных техник есть определенный набор. Работа там на именно силу и выносливость, опять же, их надо подбирать персонально под человека. С учетом и его исходных данных, и его формы теперешней, там в каких-то моментах пропорции, ограничений, и той итоговой формы, к которым он хочет прийти. И в гибкостных тоже. Даже суставные ограничения ты прорабатываешь. Кому-то будет актуален один вариант, кому-то другой. Кому-то там даже те же самые постизометрическая релаксация, снятие мышечного тонуса. Кому-то будет актуален больше работать один вариант, кому-то больше другой. Это все нужно подбирать, и иногда по самой форме вы это не поймете. Надо учиться это вычислять. Сережа тут рассказывал про интересный случай, что у него на персоналке человека ограничивала в шпагате икроножка. Да, как раз я тоже вспомнил этот наш с тобой разговор. Мы сделали с тобой, в принципе, с чего начиналось. Мы же, по-моему, начали наше сотрудничество, как раз с продольного шпагата, с хунуманасаной. И там мы разбирали и в том, что чаще всего человека ограничивают не переднюю ногу, а заднюю ногу. И как бы разрабатывали технику, как бы давали технике работы с ней. А у меня был действительно случай. Приходит ко мне приятель и говорит, типа, мне нужно шпагат, вот, типа, залезть, сделать фотку там и еще что-нибудь. И я начинаю тестировать. Смотрю, передняя нога в норме, а задняя нога в норме. То есть протестировал, смотрю, то есть положение корпуса сильно не влияет. Смотрю, что мне не хватает, там, не знаю, сантиметров 10 до пола. Потом я не знаю, чем я сидел, видимо, знаете, в какой-то момент такая интуиция просыпается. Я говорю, так, а давай-ка носочки передней ноги от себя смотрю, он ниже опускается, говорю, на себя, таз поднимается выше. Я говорю, знаешь, у тебя проблема на самом деле не в передней, не в задней ноге, а проблема в том, что тебе нужно растягивать икроножную, снимать с нее тонус, потому что она как раз ограничивает, фактически вот это вот натяжение идет под коленом, и в результате как бы начинает тянуть заднюю поверхность бедра, начинает подниматься таз выше. Вот такая вот работа. А если бы работали даже, скажем, теми бы техниками, которые мы давали на нашем семинаре, у человека эффект был бы, но он был бы незначен, потому что чаще всего, если там растягивать мышцы задней поверхности бедра, то дополнительно, случайно, можно это тянуть и икроножную тоже. Поэтому какая-то хорошая такая фраза. Само собой получается обычная всякая фигня. Для того, чтобы получили что-то стоящее и нужное, нужно долго и плодотворно и целенаправленно работать. И этому мы как раз будем учиться, и как бы у нас будет как раз отработки на тему поиска, как бы составления запроса и поиска каких-то ограничений и целей полаганий, то есть как нужно вообще с человеком работать. То есть пришел человек, какие у нас эффекты, эти могут быть закосы. Ко мне, например, чаще всего приходят, когда что-то болит, но я просто специализируюсь больше на ортопедии, вертебрологии, работаю с людьми, но опять же моя цель, а после того, как я их вылечил, довести их до того, чтобы, ну, конечно, до моей кондиции, наверное, сейчас не получится, но, в принципе, это тоже возможно. На самом деле, ну, не, можно как бы наскорб с кем-то, то, что до моей кондиции, под моим чутким руководством, не зря же я добрый и внимательный. Где-то, я думаю, за полгода можно дойти. Мне, честно говоря, такого тренера не хватает, например. Если бы у меня была бы цель отжиматься, допустим, стойки на одной руке, я думаю, и с этим можно справиться. Ну, надо как бы рассчитать, подготовить и работать, составлять программу. Вот. А так у меня чаще всего запросы похудеть. Ну, как бы, самое забавное у меня было, пришла ко мне психолог на занятия, то есть мы с ней поговорили и все остальное. Я говорю, ну, делать-то что будем? Чего вас беспокоит? Я говорю, да, вот, как обычно, похудеть. То есть мы с ней там поговорили и про тревожности, и про депрессию, и про ее кандидатскую, соответственно, и про кандидатскую ее учеников. Но в итоге все слилось к банальному паху. Здесь приобрести форму и все остальное. Также у меня были запросы, допустим, друзья идут в горы, был запрос подготовиться к походу в горы. Соответственно, нужно там тренировать мышцы ног, их выносливость, их гликтолитическую, пардон, что ругаюсь, мощность, для того, чтобы человек мог там ходить, подниматься. То есть здесь как бы такая. Проверить, как человек будет чувствовать себя в состоянии гипоксии. То есть это тоже можно, как бы нужно сделать. Вот это вот экзотическое, от самого простого похудеть до самого сложного. Вот, пожалуйста, подготовиться к другому спорту. К бегу, например, подготовиться, еще к чему-то. К велопоходу и все остальное. Вот как раз вот я собираюсь, наверное, делать такой специальный такой выездной семинар, тур как раз для сноубордистов и лыжников, как уберечь, подготовить свои колени, чтобы их не убить, соответственно, колени, голеностопы, там мышцы и все остальное. Вот, с отработкой. Но пока я еще над этим думаю. Мне очень понравилось, так, будут ли разборы самых востребованных асан. Да, мы чуть-чуть дойдем попозже до рассказа про курсы, там это все обязательно разберем. Если вдруг забудем, когда будем говорить о курсе, Маш, ты там вступни дополнительно. Вот, Сереж. Вот. Да, а у тебя какие самые популярные запросы, кроме там складки и все остальное? Вот, но у меня, так как я работаю в основном с преподавателями йоги, самые популярные запросы все равно будут доделать какие-то асаны. И это будут асаны, с которыми человек бьется годами или какие-то направления подвижности, которые он вот прошел, например, все уже марафоны всех преподавателей, и человек все равно не выходит. Надо персонально там копаться, подбирать, смотреть, что было. У меня вот из всех запросов, что были? Пинча, прогибы, много запросов на тазобедренные, в направлении ноги за головой, в направлении поперечки, в направлении продольника, направлении баланса на руках. Ну, то есть, действительно, все такое, у кого-то кольцевые захваты, то есть, направления именно какие-то внутри йоги. Но также, получается, я работала отдельно с преподавателями пилатеса, с теми, кто практикует разные виды танцев, бальные танцы в основном, и с боксерами, кикбоксерами тоже. И там надо было подбирать упражнения, опять же, чтобы в их основном виде деятельности становилось лучше. И здесь мы с моей подругой одной недавно дискутировали. Я ей говорю, вот мы с Сережей хотим сделать такой прекрасный курс, вообще нет такого, никто почему-то на персональной работе не акцентируется. И действительно, почему-то я вот про… Я давно подбираю персональные упражнения под человека, но особо эту проблему подсветил курс йога-терапии. Потому что вы там пишете курсовые, работаете прицельно человеком. Смотрите, с чем пришел человек, спрашиваете, какой у него запрос, смотрите его все исходные условия и подбираете программу, и все конкретно под него. И почему мы, блин, так в йоге не делаем? Надо, так будут результаты намного лучше. Вот. И она мне такая говорит, да блин, никто же не приходит с конкретным запросом. Люди приходят вот просто потому, что… А вот что-то модно йога, или что-то прикольно йога, или что-то врач прописал сходить на йогу. Здесь у меня несколько комментариев. Во-первых, просто потому, что хочется попробовать йогу, скорее все-таки человек придет на группу. На то, чтобы идти на персональные занятия, нужна какая-то дополнительная мотивация. И все равно у человека есть какие-то исходные ожидания. Даже если человек ходит для физической формы красивого тела, это уже запрос. И если вы для физической формы и красивого там тела, и, не знаю, красивой фигуры будете свать человека в какие-то формы, какие-то ему дополнительно не нужны, но при этом не будете делать акцент на какие-нибудь, например, силовые тренировки, которые помогут сбросить, в том числе, жировую массу, вы будете не правы. Эффект будет ниже. И так далее. Если человек придет с чем-то другим, то нет. Бывают иногда ВИПы, очень высокоплатежеспособные клиенты, которые придут на йогу, потому что это просто модно и хайпово. Но опять же, у них есть какие-то ожидания. Потому что у человека есть какие-то ожидания, у вас есть какие-то ожидания. Очень важно здесь договориться на берегу. Что вы ему можете предложить, вам максимально подробно это отписать, максимально подробно спросить человека, что он хочет, что он ожидает, какого результата. Если человек ждет один результат, опять же, например, человек хочет, не знаю, баланса на руках, а вы его суете в кольцевые захваты, потому что вам просто так нравится. Или человек хочет лаласану, вы, например, знаете, что вам для лаласана всегда не хватало пресса, и вы его качаете, качаете, качаете пресса. Человеку, например, спины, лопаток или плеч не хватает. Ему это тоже не поможет. То есть максимально это все договариваться и вычислять. И с людьми, которые приходят с какими-то или иными запросами, тоже, соответственно, максимально подбираться по ним. Потому что персоналке мы не можем толкать нашу линию. Мы можем принять клиента или отказаться от клиента. Но дальше запрос клиента надо выполнять вот с максимальным результатом. Ну вот здесь действительно правильно сказали. Приходят и говорят просто подвигаться. Тогда нужно вам, с человеком, который хочет просто подвигаться, составить ТЗ, техническое задание. Что будет подразумеваться? То есть вы предлагаете. Вы же, знаете, не приходите в ресторан, как бы, и говорите, вам приходят, спрашивают, что хотите поесть. Говорят, да, дайте что-нибудь поесть. Ну что, ну что-нибудь. Ну вот вам меню, выберите, пожалуйста. Нет, выберите мне. Но, знаете, это выглядит очень сложно. То есть человек просто пришел и хочет это. То есть одно дело, он приходит в столовую и там смотрит, говорит, вот дайте мне вот это, вот это, вот это. Да и как бы меню есть картинки. Здесь как бы просто подвигаться. А что вы подразумеваете в том, что просто подвигаться? Бег – это просто подвигаться, соответственно. Какие-то Суринамаскар – это просто подвигаться. То есть всегда необходимо с такими людьми быть очень-очень осторожными. Потому что вы что-нибудь с ним сделаете по своему разумению, а он потом уйдет недовольный, еще пару раз расскажет, что, типа, не хотите, он там плохому вас научит и все остальное. Поэтому всегда нужно договариваться сначала, что вы будете делать. Поэтому есть какие-то варианты. Я же хотела просто подвигаться, а он мне сделал просто подвигаться. Да-да-да, это как бы раньше, как бы про мудреца было, которого спросили. Типа, он говорит, что раньше я думал, что горы – это горы. А сейчас я знаю, что горы – это горы. Вот, и как бы, и вот подумай. А вот проблема в том, что ни вам, ни человеку не нужна вот эта вот трата времени. Он пришел к вам сэкономить, и вы, естественно, к нему говорите. Вы обязаны договаривать. Даже вот если ко мне приходит человек на занятия просто как бы потренироваться и все остальное, я все равно буду инстинктивно уже оценивать у него, не знаю, осанку, что-то еще, что-то еще, и буду, соответственно, предлагать им управление работой. То есть понятно, что для силовой работы, для чего-то еще нужно будет тренировать мышцы, но я не буду давать им упражнения, потому что они прикольные, либо еще что-нибудь. Я буду давать ему эти упражнения для того, чтобы, допустим, дополнительно реформировать осанку, подкачать мышцы ног, увеличить, соответственно, какую-то еще работоспособность, соответственно, поработать, допустим, с подвижностью дополнительной еще. То есть в таком варианте. Я уже не могу просто так давать упражнения, потому что они классные. Классные я могу сам выполнять, а вот так, чтобы была еще польза, уже все. То есть после курса йога-терапии, к сожалению, жизни не будет прежней, всегда как бы хочется нанести побольше добра и причинить побольше радости. Да, но на самом деле я не встречаю, что есть люди, извини, пожалуйста, которые хотят просто подвигаться, но это или вот бывают такие инфантилы, которые просто вот хотят, чтобы о них позаботились и так далее. Вы решите, либо вы такой тип заботливого преподавателя, который именно будет уделять персональное внимание, гладить по голове и двигать человека, реально есть много таких. Есть много таких, бывает, кто приходит на тренировки, и даже иногда, давайте мы сегодня просто поговорим, а давайте что-нибудь мягенькое. Есть, но какой результат хочет человек? Если он хочет заботу и вас это устраивает, окей. Если вы хотите, все-таки человек рассчитывает добиваться какого-то результата, и это работа не психотерапевта, а вы без квалификации психотерапевта, то тогда давайте на берегу прям придумайте с ним, проговорите, что может быть результатом, что ему будет интересно. Ну да, я очень много работаю и с детьми, и с подростками, по сколиозам, по осанке, по плоскостопию. И здесь вот самая главная проблема, это говорится именно с ребенком и подростком, потому что спрашиваешь меня, что тебя беспокоит. И я вижу по лицу и по всему остальному, что больше всего беспокоит мама, которая его сюда привела. И в результате, так как упражнение все-таки нужно будет выполнять подростку, ребенку, то моя задача сначала его не испугать, дать ему упражнение по силам, чтобы ему это нравилось. И здесь самый лучший вариант, это придумать цель. То есть не то, что какие-то абстрактные упражнения для чего-либо, а дополнительно в занятия замаскировать какую-то цель. Потому что когда у человека есть цель, она всегда можно найти. Вы можете цель, там, не знаю, детей очень прикольная, научиться отжиматься, научиться, допустим, подтягиваться. Вы всегда можете сделать, и это будет легко проверить, человек будет видеть сам. Вот у меня тут на моих вечерних классах йоги внезапно выяснилось, что люди год назад не могли отжиматься, а тут как-то они за одну тренировку отжались там, ну, как бы раз в 15-20 полностью, хотя год назад ничего этого не получалось. Поэтому вот. Дальше цели, да любые какие угодно, там, талия, контроль талии, там будет, там, обхват талии, обхват бедер и все остальное, потому что весы для похудения не работают. Всегда как бы нужна цель. И если вы не сможете грамотно поставить цель ваших занятий, то либо человек достаточно быстро сорвется с занятий, и вы будете в недоумении находиться, а что вообще произошло. А потому что с вашего мнения вы сделали все правильно, с точки зрения человека вы занимались пигней. Он к вам пришел с запросом подвигаться, а вы с ним просто подвигались. И в итоге получится, что вот, как это, два взрослых человека не смогли договориться. Здесь поэтому всегда, если вы долго работаете с кем-то, всегда есть техническое задание. То есть о чем вы договоритесь вначале. И персональные занятия без технического задания никуда не пойдут. То есть всегда, там, человек приходит ко мне, там, не знаю, на лечение, на тренировки и все остальное. Всегда спрашиваю, что вы хотите получить в результате наших занятий. Потому что, исходя из этого, я уже буду думать. Потому что, если человек хочет, я хочу научиться летать и все остальное, ну, скажу, наверное, не получится. Как в том замечательном анекдоте, извините, а после операции я смогу играть на пианино, как бы, да, сможете. О, как здорово, никогда не играл на пианино. Вот здесь вот тоже самое. Всегда нужно спросить, а до операции вы, а раньше вы играли на пианино, тогда здесь то же самое. Да. Всегда можно придумать, и нужно придумывать, для, допустим, силовой работы что-нибудь необходимое. Для выносливости всегда можно придумать какие-то варианты, не знаю, прогулок, все остальное. Вот идите, чай, вот как бы, вы же гуляете, сейчас погода хорошая, вышли, идите. Сколько вечером вы пройдете? Сколько там, не знаю, кварталов и прочее. Вот. И это будет, как бы, да. Да, 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 то есть здесь нужно, да, почти. И здесь мы будем также еще говорить не только про, как бы, развитие чего-либо, про целеполагание, но еще нужно вам будет доказывать, на самом деле, человеку, что он, что у него получается, потому что мы будем развивать шпагат. Ну и как у нас развивается шпагат? Прекрасно развивается шпагат. А долго ли до окончательного развития шпагата? Нет, недолго осталось. Поэтому как-то вот это не работает. Нужно показывать хотя бы, не знаю, на фотографиях каких-то еще. Потому что некоторые люди смотрят глазами, некоторые люди смотрят цифрами и все остальное. Поэтому как-то вот далеко ли до Таллина, надо как бы иметь возможность оценивать результаты и показывать. И очень часто это будет нужно и вам также, чтобы беспокоить свою совесть, либо там отбиться от человека, когда он будет приходить к вам претензии, а то мы тут месяц занимаемся, а где результат? А вы скажете, а вот, у вас было вот это, стало вот это, у меня все записано. То есть поэтому на первых занятиях нужно подбирать какие-то простые варианты для оценки, чтобы вы уже в будущем могли продемонстрировать, сказать, вот, я все, что обещал, я выполнил. Мы с вами договорились, я вам сказал, что вы получите там плюс, там, не знаю, 15 сантиметров к вашему шпагату. Получили? Получили. Вот, соответственно, фотка до, фотка после, вот сантиметр и все. Да, здесь действительно очень важно заводить критерии. То есть, опять же, во-первых, ТЗ, а во-вторых, в чем вы измеряете результат? Тогда он будет достоверный, и вы поймете, насколько вы помогли человеку. И вы тоже поймете, насколько эффективны были те упражнения, которые вы выбирали. И здесь из договора с человеком на берегу очень важно с ним оговорить, какие реальные результаты человек может получить. И вот посмотрите, как прекрасно, насколько у нас с Сергеем разная целевая аудитория, именно клиенты, которые приходят на персоналки. То есть к Сереже в основном приходят люди за качеством жизни, за похудением, за чем-то обычные люди. Я занимаюсь в основном с опытными практиками йоги, и преподавателями йоги, и преподавателями каких-то смежных спортивных дисциплин, и ко мне уже приходят с этими запросами. И там, и там принципы, инструменты, мы и техники подберем разные. Но принципы работы будут одни и те же. Наговариваться, подбирать работу под человека. Еще важный момент – смотреть время, сколько может человек уделять тренировке. То есть если он может заниматься по полтора часа, это вообще одно. Если человек может заниматься по полчаса, это другое. А вдруг человек вам скажет, что у него есть время каждый день по 15 минут. Вот составьте ему комплекс, так, чтобы у него был какой-то прогресс, но типа вот за 15 минут в день. И тогда еще оговорить. Да, да, да. Ну и оговорить, какие реальные результаты он может за это получить. Потому что вот, например, ко мне опять же приходят с запросом там по ноге с головой, по лотосу, по поперечке и так далее. И не всем людям это, в принципе, анатомически доступно. И здесь надо обсудить, смотря на конкретного человека, на конкретный уровень практики и так далее, насколько вы ему реально можете помочь за конкретное время. Или, ну да, каким результатом вы его конкретно можете привести. Будет ли у него итоговая форма или не будет и так далее. Или насколько он в ней, соответственно, продвинется. И здесь были от вас очень важные вопросы. Собственно, а достаточно ли такого курса шестинедельного? Потому что кажется, что, чтобы так работать, нужно проходить много обучения, нужно обучиться на нескольких преподавательских курсах, на курсах по мануальному, мануальным каких-то техникам, на курсах по йога-терапии и так далее, еще много лет опыта. Да, с одной стороны, это верно, и тут даже ни с чем не поспоришь. Но на курсе мы не будем затрагивать, во-первых, в случаях боли, а во-вторых, вообще с каждой профессией есть такая тема. Ты проходишь базовое обучение, и ты можешь брать запросы определенной сложности определенного уровня. И уже по итогам прохождения этого курса вы с базовыми запросами, которые будут подходить под большинство практиков, опять же, сможете быть намного эффективнее и намного лучше в персональных тренировках. Да, какие-то сложные, уникальные варианты задач, которые я люблю, например, себе уже сейчас тренировки брать, потому что мне это интересно с точки зрения профессионального роста. Для них надо еще дополнительно учиться. Но это, опять же, таких людей еще искать надо, чтобы у них были такие сложные, уникальные ситуации. То есть, опять же, ваша эффективность в персональных тренировках повысится. Есть что сказать тут, Сереж? Или дальше идем? Я могу только подписаться под каждым твоим словом, что да, за шесть недель, наверное, таким профессионалом, как я, вы не станете, но, опять же, вы получите все лайфхаки, которые весь мой опыт, который я получил за все свои обучения, и, по крайней мере, вы получите достаточно много эффективной техник, которую вы будете пробовать смотреть. На самом деле, как бы, вы должны научиться оценивать, смотреть на форму, чего не хватает. А здесь достаточно того, чтобы у вас был хотя бы один глаз для того, чтобы это наблюдать и видеть, и оценивать. Потому что, на самом деле, вот когда я недавно, вот ты, а как это, одной из своих мечт осуществила, поставила меня в стойку на руках, и как раз я спросил у себя в Инстаграме, чего мне не хватает для стойки на руках. И, в принципе, половина людей правильно сказала, чего мне не хватает. Вот, как бы, в комментариях. Вот и все. И, в принципе, это достаточно очевидно. И я спросил и участников группы на выезде в Сочи, чего не хватает. Соответственно, потом в Инстаграме. И, на самом деле, здесь вот предельно ясно. Если мы будем, там, часть людей написала, что не хватает, там, сил рук и все остальное. Говорю, я могу отжиматься 10 раз в стойке на руках. В принципе, это говорит о том, что силы рук, скорее всего, хватает. Вот. А чего не хватает в мобильности? Как я люблю говорить, судить, что моя сильная сторона – это сила. А гибкость – это уже по, как бы сказать, базовая есть. Больше не надо. Окей, давай дальше. Если будут какие-то вопросы, то вы, прости, пожалуйста, видимо, у нас небольшая задержка в эфире. Тогда в комментариях к эфиру задавайте. Если будут ко мне вопросы, тегайте меня. Я увижу, отвечу. Если к Лиде, тегайте Литу. Либо пишите в директ, если будет касательно курса. Да. Да. Вот. И, соответственно, по плечу тоже у Сережи, там, стойки на руках. Ему конкретно нужны техники суставной мобилизации. Потому что кого-то, может быть, не пустят мышцы, не пустят мышечный тонус. И, опять же, надо понять, что будет, что надо подобрать для конкретного человека. Итак, переходим теперь, наконец, к разбору нашего курса. Мы сегодня объявили, что мы в октябре стартуем как раз с курса на 6 недель апгрейд персонала к личной практике. Он будет идти со 2 октября по 12 ноября. И мы за 6 недель пройдем все основные темы, по которым могут быть основные запросы в йоге. Опять же, йога-терапию мы здесь закладывать не будем. Если у человека не работают техники, и нужна персональная консультация йога-терапевта, мы вам дадим критерии, когда человека надо дополнительно кому-то отправлять. Но у вас появится обширный, действительно классный инструментарий, как по нему работать. То есть люди, например, которые посещали у нас семинары по бадхаканасване или по травмобезопасности плечевого пояса, они получили большой набор техник и знают, как их дополнительно... Когда уже эти техники не работают, когда уже идти к йога-терапевту. Вот. И здесь может быть важный вопрос, чем отличается курс от всех тех семинаров, которые мы давали, и от тех тех семинаров, которые мы планируем дать. Опять же, семинары работали больше по группе. И мы давали средний набор техник, который поможет среднестатистическому человеку со среднестатистическими мышечными, невральными, составными ограничениями. И потом я давала практику, куда эти техники, которые, опять же, на большинство наилучшим образом подействуют, а не наилучшим образом на каждого конкретного человека. То есть здесь мы на курсе будем именно учить, как отталкиваться от человека, от его конкретного запроса, от его времени на практику и от его исходных данных. Учить находить, какие конкретно у него ограничения и как с ними работать. Опять же, это может вам помочь для персоналок. Или если вы амбициозный практик, но не преподаватель йоги и хотите понять, как вот вам себе самому составлять наиболее эффективно все программы, чтобы добиваться тех телей, которые вы ставите, для вас, для вашей личной практики это тоже может быть таким очень хорошим толчком и действительно вкладом. Итак, за 6 недель, получается, первые 4 недели мы пройдем базовую тему. Мы разберем анатомию применительно к практике йоги. Первая неделя, это у нас получаются физические качества, критерии прогресса в практике, персональные тренировки и личная практика, отличие группы от персоналок и разберем анатомию применительно к практике йоги. Здесь разберем как раз, какие мышцы, какие что, какое, что где тянется, что где работает, как выстраивать эту прогрессию, чтобы от этого уже впоследствии отталкиваться в персональной работе. На второй неделе мы рассмотрим биохимию, она нам нужна для силовых всех форм, для работы с силой и выносливостью. Разберем развитие силы и выносливости в практике асан и опять же, как с этим работать применительно к каждому конкретному человеку, с учетом его конкретных данных, уровня, как ему подобрать актуальную нагрузку. Это будет актуально, если человек пришел с запросом на силовые формы, например, на какие-нибудь балансы, на какие-нибудь четуранги, на какие-нибудь стойки на руках, если к вам человек пришел просто за качеством жизни или если к вам человек пришел за хорошей физической формой, за похудением и так далее. Неделя три, то есть бьем так по площадям или даже если человек к вам пришел для того, чтобы подготовиться к каким-нибудь сложным походам и так далее, ему тоже там надо будет работать с силой и выносливостью. По неделе три, гибкости, мобильности, здесь все ваше любимое. Как раз здесь мы будем работать с суставными, невральными и мышечными ограничениями и как раз будем разбираться, как вычислить, что именно у человека, как ему конкретно подобрать вот эту последовательность техники, как вообще ему все это назначать. Потому что бывает, что сейчас у человека одно, вы поработали, потом наткнулись на другое. Или вот, например, все дают одну вариацию и она будет работать у 80% людей, а вот какому-то человеку все помогает наоборот. У меня, например, помогла одна из девочек как раз июньских, ей для шпагата с невральными техниками обычно всем помогает мобилизация седальщиного нерва в одну сторону, а ей помогла в противоположную. То есть действительно вот такой случай. И действительно она делает, делает как обычно, как всем дают, почти нет эффекта. Начинает делать противоположную и прямо на глазах уходит ниже, 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 ниже. То есть такое тоже бывает. На четвертой неделе разберем биомеханику и координацию. Это все будет как раз поза типа баланса. Балансы на руках, балансы на ногах, какие-то стойки перевернутые и так далее. И опять же для качества жизни это может работать, если человек к вам обратился из танцев, из бега, из какого-нибудь другого спорта или просто, например, хочет, опять же, для своей физической формы работы. И дальше, на пятой... Да. Можно немножко про координацию. Например, очень часто, по крайней мере, ко мне приходят люди, ну, уже там, старше 40, и для них как раз работать с координацией это потенциально снижение риска падений и в результате снижение риска травм. То есть, как бы, к вам могут прийти люди, например, пожилые, вы им уже сами можете предлагать, чтобы работать, допустим, с координацией, а для этого нужно разбираться и понимать, что такое координация, что с этим делать. То есть, как бы, здесь вот такое... Не обязательно к вам будут приходить только такие, как бы сказать, люди со складками, с бадхаканасанами, с ногами, с головой. То есть, есть ситуация такая, что вы станете настолько интересны людям, что к вам будет приходить и с чем-то еще. То есть, как бы, каких только запросов мне не бывает. Понятно, что с дисфункциями тазового дна почему-то ко мне не очень много обращаются, но это не значит, что я с этим не умею работать. Просто, как бы, специфика накладывается, да. Вот, извини. То есть, дальше... Ну да, вы выбираете, собственно, Сережа говорит, вы станете интересны людям, но, с другой стороны, вы еще выбираете, с кем вы хотите работать. И уже под них, соответственно, нарабатываете и опыт, и уже они к вам приходят, и по рекомендациям, и через соцсети, и как вы это все выстраиваете. А на пятой и шестой неделе мы будем вас учить строить тренировки. Это микроцикл, одна тренировка, а мезоцикл – это последовательность. Вся тренировка под одну задачу. Опять же, человек к вам приходит с конкретной задачей. Шпагатик, не падать, похудеть, стойка на руках, пинча, кольцевой захват и так далее. И или вы, я в своем случае, соответственно, просто у меня цена за пакет из четырех тренировок, я проговариваю с клиентом, чего можно добиться за эти тренировки, или вы выстраиваете за сколько недель, примерно, вот мы с вами будем учиться, прогнозировать, как, исходя из исходных данных клиентов и его запросов, примерно, сколько вам понадобится времени работы, и как ее выстраивать. То есть, одна тренировка, мы будем на пятой неделе учиться выстраивать, все сеты, все от разминки до шавасана, грубо говоря, как все простроить под каждого конкретного человека и подбирать техники под него. А на шестой неделе мы будем учитывать всю прогрессию тренировок. Опять же, человек пришел к вам с запросом на шпагат, за одно занятие вы ему шпагат не сделаете в 95% случаях. Да, есть 5%, кому вот реально только этого не хватало. И только этого чуть-чуть вы ему там сделали, реально вы зашел в ауфит, он сел, да. Если не хватает сантиметров там 10-15, то, в принципе, за одно занятие, если вы ударите нужную точку, вы это получите. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А если там сантиметров 30, то, знаете, как это, здесь возникает проблема не то, что посадить человека на шпагат, а как потом встать после того, как кто-то посадил человека на шпагат за одно занятие. Ну да, но у меня, например, опять же, по персоналкам было, что за занятие минус 2 кирпича с максимального, что с максимального результата, который был до этого. То есть, 2 кирпича это сколько примерно? 24 сантиметра, если мы говорим. Например, вот по тем техникам, которые мы отрабатывали в Сочи, на 20 сантиметров увеличился захват. То есть, не хватало, допустим, для того, чтобы сделать захват именно не боковой, а именно через сгибание плеча не хватало 40 сантиметров, осталось, по-моему, 15 сантиметров. То есть, 25 сантиметров буквально за 15 минут отыграли. И многие там еще говорили, что вот такие глубокие прогибы раньше мне давались с трудом. То есть, ты вроде бы как-то туда себя запихиваешь, а потом тебе как-то еще после того, кто туда запихнул себя, необходимо было еще полчаса работы для того, чтобы почувствовать себя человеком. А здесь зашли, попробовали и, как это сказать, и понравилось, и захотелось еще. И то есть, тебе за это никаких проблем еще и не возникло. Поэтому не всегда как бы все это дело должно быть через какие-то мучения и страдания. На самом деле, как бы, нужно решить свою проблему достаточно просто, а дальше практиковать свое удовольствие. Потому что очень часто бывают случаи, когда меня приглашают на какие-то исследования, я сижу, ну, как бы, я широко известный в узких кругах, поэтому, когда я сижу в раздевалке, особо меня, как бы, не знают. Я сижу и грею уши о том, как люди начинают жаловаться и бояться там сказать своему преподавателю, что у них что-то там не получается, потому что он скажет, да вы просто неправильно практикуете и все. На самом деле, из-за того, что все мы разные, у каждого будет своя индивидуальная проблема. И с ней сказал Сергей, этот вау-эффект, он обратимый, если его не закреплять. То есть, если вы за один раз человека мобилизовали и он потом дальше не попрактиковал и не делает это в том варианте, который вы ему назначили, то у него все откатится назад. Насколько оно у него закрепится, как, в каком количестве подбирать, опять же, очень сильно зависит от исходных данных клиента, от того, какая у него ворфология, какая у него исходная подвижность. Но этот вам всегда есть инструменты, которые будут работать в короткой перспективе и которые будут работать в долгой перспективе. Мобилизации позволяют получить какие-то еще техники стабилизации, эффект вот прям сейчас. И вам этот вау-эффект важен, потому что вы сильно получаете, кроме мгновенного результата, вы получаете еще кредит доверия человеку. Очень сильный, очень классный. И он уже с вами готов делать какие-то более сложные упражнения, чтобы этот результат дальше закреплять, углублять и работать в долгой перспективе. И поэтому вам надо научиться выстраивать вот эти вот моменты. Самое фиговое вообще, что вы можете вынести из наших сережей семинаров, что достаточно просто себя вот резиночкой мобилизовать и все. Нет. Нифига. И это делать перед занятием, но потом занятием и закреплением и практикой. Научиться это все регулярно делать и выстраивать. А то потом будет такое, что вот я сделала, а что-то потом как-то у меня шпагат ушел. И что-то я сделал, а что-то сила мышц не прибавила. Потому что не один инструмент. Да, потому что всегда есть как бы проблема переноса. То есть нужно закреплять, иначе происходит откат. И как раз вот если чуть-чуть вернуться к тому, что ты говоришь, что иногда работают техники, которые совершенно в другую сторону, это в общем и целом называется ошибка выжившего. То есть когда все дают техники, которые как бы всем помогают. На самом деле они помогают не всем, в основном процентом 60-70. Именно поэтому их и дают, потому что они основные. А здесь вот у меня тоже очень часто ошибка выжившего. Потому что я как бы в ЦО читаю курс мануальной терапии, ставлю в руки все остальное. И как бы вот по классике когда там я говорю, что работает именно вот такое направление мобилизации. Но мне почему-то из моей личного опыта работает совершенно противоположно. Но как это я этому уже не удивляюсь. Просто опять же нужно понимать. и как раз это вот понимание. И мы постараемся дать на курсе, что смысл того, что мы даем, и как сделать так, чтобы вы были эффективны. А не то, что как в том анекдоте, когда там сидит мужик перед роддомом, и дусовается его жена, и говорит «Ура, у нас ребенок». Он мальчик? тот такая «Нет». Он такой «А кто?» Вот чтобы не было такого, что у вас есть какой-то инструмент, который вы попробовали, он не сработал, вы такие в ступоре сидите, и что теперь с этим дальше делать? Здесь смысл в том, что да, 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 мальчик, а что дальше? Все уже привыкли к тому, что там мобилизация, пиры, они работают, а вы попробовали, и не работают. И все, жизнь получается закончилась? Нет. То есть нужно искать, что у человека работает. И мышечные техники, на мой скромный взгляд, с кем я работаю, это крайне редкость. Чаще всего я работаю больше с остальными ограничениями, которые являются уже как бы причиной мышечных ограничений. Да, но у меня часто попадаются те и другие, наоборот, у меня вот, например, в прошлый понедельник был мужчина, у которого составные не работают, а пиры очень хорошо работают. И при этом, опять же, немножко модифицированные. Тут надо смотреть в каждом отдельном случае, опять же. И потом я под человека подобрала сперва пиры, а потом именно упражнения на двигательное обучение, которые конкретно ему помогут результат закреплять и углублять. Он у нас в сторону ноги за головой приходил, после фитчер за органик пипом. Ну вот, да, здесь такая ситуация, что у нас просто с тобой немножко разная специализация. Те приходят за того, чтобы что-то углубить, уширить и все остальное, а ко мне приходят, когда что-то болит и уже ничего не помогает. Вот, и, соответственно, нужно все это сделать. И опять же, вот я сейчас тоже, видимо, буду уходить от практики каких-то разовых консультаций, потому что люди просто приходят, ты их лечишь, решаешь их проблему, они пропадают, и как бы без выполнения упражнений возникает откат результата, и я не хочу быть еще одним человеком, который не помог ничего. Поэтому мне уже важнее результат, то есть клинических случаев у меня кейсов навалом, рукам своим и голове я верю, мне как бы нужно, чтобы был у человека результат. Поэтому да, с сентября тоже буду работать только пакетно. Да, и вот получается, что мы для вас на курсе сможем открыть и тренировки персональные для обычных людей, и тренировки персональные и для личной практики вашей йогов, и, соответственно, из каких-то смежных дисциплин. Тут писали преподаватели Пилатеса, соответственно, поможет ли. Да, перенос техник безусловно будет. И опять же, какую-то глубокую йогатерапию, вообще йогатерапию мы не затронем, надеюсь, мы рассказали, о чем курс. Сережа будет в большей степени отвечать за лекционно, спасибо большое, Лариса, за лекционно-практические классы, то есть больше рассказывать именно о каких-то причинно-следственных связях, о техниках и так далее. Он один из основных преподавателей Института традиционных системы оздоровления, ведет очень много предметов, действительно, очень обладает нереальными компетенциями в плане там анатомии, биохимии, биомеханики, техник, работы и так далее. Я буду все это переводить на йога-контекст. И на мне обычно будет второе занятие в неделю именно по переводу всего на йога-контекст. Тут был вопрос, будем ли мы рассматривать конкретные асаны. И вот здесь стоит поговорить про тарифы. Да, конкретные асаны вот в плане силы и гибкости, как пример, мы будем рассматривать, я буду рассматривать по четвергам, но был вопрос еще кроме этого про задания и про будут ли сертификаты, будет ли какая-то итоговая работа по курсу. Да, для тарифа с обратной связью. У нас предусмотрено на курсе три тарифа без поддержки, с обратной связью и VIP-пакет. В тарифе без поддержки это у вас получается лекция, лекционно такая отработочная часть, то есть мы просто вам даем материал, даем набор техник и рассказываем примерно когда что работает, во вторник и в четверг это две лекции по два часа, но можно заготовить, что они может быть будут подольше, если будет много вопросов, то есть мы с Сережей как-то всегда, если есть активный ваш интерес, готовы просто тот материал, который мы даем, дополнительно обсудить. В субботу будет занятие с отработками. Все отработки у меня также на слайде в рекламе рассказано, ой, в анонсе рассказано, то есть мы с вами уже будем брать в чате обратной связи, прописывать вам домашние задания, вы будете их решать и мы будем разбирать. Работа мышц в основах, например, на первой неделе, как выстроить прогрессию по такой-то мышце, как выстроить прогрессию гибкостных форм, как построить конкретно шпагат, что для него надо проработать, как узнать, вот конкретный человек к вам пришел, у него такие-то данные, что вы будете делать конкретно с ним и так далее. И на пятой, шестой неделе, получается, вы будете представлять вашу отдельную тренировку, которую вы составите под человека с его конкретным запросом исходные данные. На шестой неделе, если у вас тариф обратной связи, то вы будете представлять программу, которую вы бы построили под человека, под его запрос, под то время, которое он может заниматься. Мы вам этот запрос дадим, а то мы знаем, вы же, ну, я спрошу вашу целевую аудиторию просто, с кем вы работаете, дальше мы придумаем запрос, потому что вы чаще всего обычно выберете то, что как-то там попроще самому придумать, решить. Нет, все-таки должен быть какой-то вызов, чтобы мы проверяли, что закреплялся материал. Также для тарифа с обратной связью будет сертификат по выполнению курсовой работы. Мне эта тема очень нравится в ИЦО, то есть в ИЦО за время обучения ты пишешь диплом на 10 людях, и ты пишешь еще 8 курсовых работ на каждом человеке. Ты берешь человека, меряешь его до, записываешь все его до, там придумываешь ему протокол работы, тестируешь и так далее, и меряешь его после. Мы это перенесем на работу в персоналках. То есть вы берете человека реального, любого, спрашиваете, чего он хочет, измеряете его по тому, чего он хочет. Например, столько-то кирпичиков до пола в шпагате, какие-то результаты сейчас, или столько-то, например, вес, если человек про похудение, или и так далее. Если у вас возникнут вопросы по обратной связи, мы всегда вам поможем, какие критерии подобрать именно вот в случае вашего человека, именно критерии, чтобы вы написали курсовую работу. Вы подбираете самостоятельно под человека набор упражнений, занимаетесь с ним месяц, например, и потом присылаете, делаете фото, замеры и так далее после. Мы это анализируем, даем вам обратную связь по вашей курсовой, что можно было бы дополнить, улучшить, что вы сделали хорошо и прекрасно, и по итогу этого мы даем вам сертификат. И третий формат, который у нас есть, это, соответственно, VIP-пакет. Это то, что, по сути, у Сережи у меня входит в пакетные персоналки, консультации, и более того, супер-видео для преподавателей. Это если либо у вас есть какие-то ваши сложные проблемы, случаи, в данном случае может быть даже йога-терапевтические какие-то, потому что мы все-таки квалификации обладаем, или вы, опять же, долго не можете освоить какую-то асану, все бьетесь, не можете освоить, или какой-то еще дополнительный запрос, или у вас есть клиенты, которыми вы не можете это решить и хотите это проработать, составить всю программу, научиться проделывать все алгоритмы конкретно под нашим руководством. И это персонализированная консультация с любым из нас на выбор, соответственно, по 30-40 минут ежемедельно. Ну и плюс дополнительно всегда поддержка в чате. То есть примерно так у нас это все будет. сережа, есть что дополнить? Да, 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 еще один момент. Сначала один момент. Про курсовые был вопрос, одна девочка там писала, что пойдет на курс по йога-терапии, одновременно хочет к нам, спрашивала, будет ли время на защиту курсовых. Да, у вас доступ к курсу на полгода с момента начала покупки, вот те, кто с обратной связью, вы можете курсовую вашу сдать вплоть до окончания доступа, вот в эти 6 месяцев любой срок. Мы понимаем, что кто-то уже работает с персональщиками, вы сразу нашли и сразу сделали, кому-то на это надо время. То есть действительно, мы проверим. Да. Ну, чем быстрее вы сдадите работу, тем быстрее вы получите сертификат. Вот. От Маши вопрос. Так. Да, 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 курсовая по итогам курса. Да. Да. Ну, как бы вы можете уже сначала как бы готовить, либо вы... Нет, если у вас будут проблемы с поисками людей для работы, то, я думаю, это не проблема, мы с радостью вам найдем человека с запросом. Опять же, никто не мешает вам найти человека, соответственно, работать с ним и даже получить от него какие-то преференции. То есть это нормальная практика. вот. Очень многие, кто в ИТСО учатся, просто стоимость сессии отбивают за эту же, как бы сказать, за межсессионную работу, потому что уже сразу дается результат, как бы направление работы, с которым человек может работать. Я думаю, тут можно также добавить такую классную плюшку, если вы не можете найти человека, делайте какой-то пост-анонс, опять же, как в ИТСО это делается на дипломной работе, я это репощу с моими охватами, с моими подписками, у вас, естественно, как бы для отработок, для прочего, это будут довольно приятные цены, плюс наше курирование, я думаю, здесь людей будет очень нормально так найти. И у вас по итогам, если вы хорошо составите программу, хорошие отзывы для набора последующих клиентов. Ну и дополнительно как раз сегодня перед эфиром были вопросы в комментариях про какие-то смежные дисциплины, будет мне это полезно. Будет полезно раз, но опять же, если у вас есть какие-то уже запросы на стыке, то возможно с этим лучше обратиться персонально либо к Литии ко мне, для того, чтобы мы разобрались в том, что вам нужно и подобрали конкретно для вас. То есть здесь опять же никто не говорит, что вы можете составить свой запрос и купить набор персональных занятий для проработки этого, потому что у меня допустим много курсов, где я читаю как приглашенный преподаватель и у меня постоянно мои знакомые, мои клиенты говорят, о, а вы можете у нас чем-нибудь почитать, а можете вот здесь что-нибудь сделать и все. я делал курсы по той же самой координации для танцора, для развития. Мне просто нужно понимать, что нужно для вас, для того, чтобы вы мне объясняете, я могу создавать для вас на уровне полупрофессионалов, то есть на уровне профессионалов допустим чего-то еще, ну как бы скорее всего не поможет, но вот для полупрофессионалов вполне нашей компетенции хватит, чтобы разобраться, найти как раз то, чего не хватает, проработать это и вы получите результат. Да, соответственно, у вас есть, если у вас какие-то такие отдельные запросы, два варианта, либо просто взять какую-то пакетную супервизию или персоналки у меня или Сергея, либо если вы хотите еще дополнительно с этим научиться работать, то это VIP-пакет, то есть в рамках VIP-пакета вот этот вот пакет наших личных консультаций, он получается на порядок выгоднее, чем если их брать отдельно у нас, но он идет уже дополнительно к курсу, к обратной связи, то есть мы убеждаемся, что вам даем сертификат, что вы реально получили знания, что вы реально их отработали и курсовая нам нужна опять же как некое подтверждение, что вы поняли инструменты, вы поняли как их применять, вы их применяете на практике и действительно ваше качество ведения персональных тренировок улучшено. И на самом деле если смотреть, то опять же по цене курса это очень хорошая такая инвестиция получается в вашу профессиональную будущую работу, потому что с помощью персональных тренировок опять же это прекрасно можно отбить и объем курса соответствует примерно недельному курсу офлайн полного дня повышения квалификации для преподавателей. И обычно вот такие недельные курсы повышения квалификации для преподавателей они вот примерно подороже стоят уже. То есть здесь такой хороший способ работы. Вот. Ну и это позволяет вам не выкидывать неделю на повышение квалификации а есть слона по частям разбивать, совершенствоваться. Опять же у вас будет время на вопросы на как сказать ну на переваривание информации потому что очень часто проблема таких вот недельных курсов интенсивов заключается в чем что информации очень много она очень полезная но возникает знаете эффект пересыщения то есть мозг выключается как я люблю говорить студентам что готовиться к учебе надо было заранее а то получится что вы пришли утром на лекции потом сидите слушайте потом обед вот после лекции после обеда сидите там еще полчаса слушайте потом опа пора по домам как это а где вот это вот сказка потерянном времени откуда получается а здесь вот разбивание информации на такие вот блоки двухчасовые как раз то время когда человек может сосредоточиться и усвоить все из данного и сможет еще потом передумать перепосмотреть задать вопрос и переварить потому что как это насыщение еще одна моя любимая такая шутка что насыщение определяется количеством съеденных пирожков а не тем временем которые вы провели в столовой так и здесь то же самое как бы знания которые вы получили и применяете определяется не тем что вы прослушали а тем что вы поняли приняли и устроили да поэтому в этом плане тариф с обратной связью конечно имеет сильное прям преимущество и по курсовой и по всем домашним заданиям и проверкам дальше вопрос по времени во вторник и в четверг лекции будут в дневное время скорее всего с часу до трех может быть там сдвинем это на час но предварительно ориентируйтесь в время с часу до трех может быть там чуть-чуть на полчаса где-то задержки если опять же большая активность много вопросов от вас это время выбрано потому что основная аудитория понятно для личной практики люди берут основная аудитория преподаватели йоги у преподавателей йоги обычно как раз классы утром и вечером а днем как раз свободное время и конечно мы понимаем что все равно будет много людей которые в это время не попадают мы будем с нашей стороны стараться день в день выкладывать все записи на гет-курс точнее сдавать их моему менеджеру по гет-курсу она их будет выкладывать у вас будет доступ и если вы там где-то уезжаете там на неделю и так далее у вас там запланировано что-то у вас есть 6 месяцев с момента начала покупки у вас есть все записи чтобы все дополнительно отработать был вопрос можно ли задавать вопросы только на лекциях а если в записи тоже поиск ушел нет если запись залита на гет-курс в гет-курсе есть прекрасная опция комментирования если вы без обратной связи вы там пишете ваш вопрос комментариям мы с Сергеем отвечаем если вы с обратной связью то у вас есть чат поддержки по всем заданиям и так далее мы его дополнительно отвечаем с VIP опять же время консультации время вот это вот мы с вами согласовываем когда нам всем удобно то есть это вообще такая персонализированная работа получается в субботу отработки будут в вечернее время опять же потому что чтобы не разбивать выходной день чтобы вы его уже спокойно провели где-то а вечером уже пришли и отработали и дополнительно потому что у нас с Сергеем в выходные в дневное время могут быть тоже какие-то дополнительные семинары которые мы ведем тоже отработаем и будем приходить к вам да-да-да семинар внутри семинара наше любимое развлечение так ну что подскажите есть ли у вас еще какие-то вопросы комментарии опасения дополнения вот эфир мы зальем в запись он будет здесь сохранен в записи также зальем на YouTube стандартно чтобы это не зависело от вашего VPN и будем дальше еще дополнительно я буду через Reels через посты через Stories тоже рассказывать дополнительно про курсы если вы задумываетесь все ваши вопросы можете писать на все с удовольствием ответим а вопросы по эфиру по курсу можете здесь писать в комментариях как Сережа уже сказал ну что все а на отработках если не получается присутствовать Маш так же получается смотришь отработку и те задания которые там были на отработку в формате чата обратной связи можешь присылать мы это будем обсуждать это можно будет в видео формате и так далее то есть здесь нормально все мы максимально позаботимся чтобы по тарифу с обратной связью качество не терялось конечно в живом общении это предпочтительнее всегда но мы позаботимся продумать варианты чтобы была возможность тоже через запись через чат через обратную связь это сделать вот все давайте тогда получается все всем хорошего вечера и на связи не теряемся пока 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 Продолжение следует...